Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем очередном видео. К сожалению, сейчас мы выходим не в формате стримов и, как вы видите, в несколько непривычной обстановке, но мы постараемся доносить всю важную информацию до наших слушателей и я постараюсь, соответственно, это делать в прежнем режиме. Итак, рынки продолжают падать, нефть обновила новые минимумы, достаточно много событий происходит на рынке, но, безусловно, все это выглядит довольно-таки интересно, потому что мы с вами становимся свидетелями исторических событий, которые могут как раз повлиять, в первую очередь, и на нас с вами. Ну, давайте начнем с того, что поговорим, во-первых, о тех мерах, которые ввел Трамп, это запуск так называемых вертолетных денег, что означает, что в следующем, в ближайшее время правительство США раздаст конечному потребителю, ну, то есть каждому жителю порядка тысячи долларов. И это очень интересно, потому что сейчас правительство начинает напрямую влиять на конечного потребителя. Вообще, сам термин вертолетные деньги был, это термин, предложенный Нобелевским мауреатом по экономике Милтона Фридман в конце 60-х годов, означает крайнюю форму монетарного стимулирования. Канадо-Центральный банк печатает деньги и раздает их напрямую потребителям, чтобы поддержать, безусловно, спрос. Очень интересное действие, которое принимает Центральный банк США. Ну, ставки уже снизили до нюля, снижать уже некуда, и, вероятно, после небольшого мозгового штурма они нашли определенные решения, которые смогут это помочь. Далее, давайте поговорим о нефти. Нефть вчера показала новый локальный минимум, сегодня также на открытии она уже снижается. И, фактически, ну, чуть позже мы посмотрим, как всегда, в платформе, как ведет себя цена, какие есть уровни и на что стоит обратить внимание. Но сейчас давайте поговорим о фундаментальных событиях. Как я уже сказал, цены на нефть пробили дно после как раз заявления Саудовской Аравии, что мировой рынок нефти продолжает снижаться, несмотря на отскок фондовых индексов, которые мы немного видели вчера. На дорогах во вторник бренд впервые с января 2016 года упал ниже 29 долларов. И в ходе сессии цена опускалась до 28,5 долларов, оформив новое четырехлетнее дно. Да, ну, шутка про купить дно и получить двойное дно в подарок уже становится неактуальна, уже везде она прозвучала, но я не мог ее не сказать. Также накануне группа 13 американских сенаторов обратилась с письмом к наследному принцу Саудовской Аравии Мохабиду Бен Сальману с просьбой пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен. Ссылаясь на стратегическое партнерство и неоднократное обещание Саудовского руководства сохранить стабильность нефтяного рынка, они призвали Риад взять на себя лидерство в стабилизации мировой экономики и успогой инвесторов. Но просьбы остались без ответа. Минэнерго Саудовская Аравия во вторник объявила, что планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок даже больше, чем добычу. Экспорт Саудовской нефти превысит 10 миллионов баррелей в сутки против 7 миллионов в начале этого года. Для этого около 250 тысяч баррелей ежедневно будет переориентировано с внутреннего рынка, для которого вместо нефти будет использоваться газ. Таким образом, более 3 миллионов баррелей новых ежедневных поставок будет выброшено на рынок с рекордными скидками. 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где Саудовский сорт Arab Light будет продаваться по цене 10-25 долларов, практически на 10 долларов ниже, чем нефть марки Brent. Добыча Саудия Арамка вырастет с 9 до 12 миллионов баррелей в сутки, и еще 300 тысяч баррелей в день корреста будет продавать из хранилищ. Итогом станет беспрецедентным в истории мирового рынка нефти избыток, и в ближайшие месяцы поставки вырастут на 3 миллиона баррелей в сутки. Тогда глобальный спрос в отдельных моментах будет падать на 8 миллионов баррелей в день, пишут аналитики Goldman Sachs. В результате цена Brent может упасть до 20 долларов за баррель уровня начала 2000-х годов, прогнозирует также Goldman Sachs. Ну и сейчас важно также посмотреть, что у нас происходит на рынках, поэтому давайте перейдем в метатрейдеры и посмотрим, что у нас на текущий момент есть интересного и какие ситуации достойны на текущий момент внимания. Я, как всегда, начну с пары евро-доллар. Здесь на самом деле мы видим крайне высокую волатильность в последний месяц, здесь мы уже видим возврат в область 1.09-1.08. И здесь я для себя также оставлю возможным поиск как раз покупок при завершении данного нисходящего движения. Пока с точки зрения часового таймфрейма данных сигналов не произошло, то есть нисходящее снижение продолжается. Если вы держите продажи по евро, то их имеется смысл еще удержать, пока мы не получили локального разворота. Соответственно, на текущий момент буду смониторить уровни этой торговой недели. Соответственно, если мы сможем закрепиться выше максимумов, например, вчерашнего торгового дня, то здесь я буду искать для себя уже уровни для покупок. Поэтому присматриваюсь полноценно к покупкам по данному активу. Фунт тоже довольно-таки интересный, упал к минимуму августа 2019 года, отметка 1.20. И с этих уровней тоже неплохо бы фунт было подобрать, ну, соответственно, получив соответствующее подтверждение. Соответственно, здесь я продолжаю также мониторить часовой таймфрейм. Соответственно, сейчас у нас нисходящее движение продолжается, но я напомню, что у нас 10 марта и на текущий момент тренд в рамках часового таймфрейма также остается нисходящий. Поэтому здесь будем ожидать локально завершения данной нисходящей формации и уже покупать при начале восходящего импульса. А по паре американский доллар, канадский доллар, новый локальный максимум здесь мы видим по американскому доллару уже 1.4778. Соответственно, и растем практически без коррекции. Доллар растет на фоне падения, безусловно, фондового рынка. Поэтому как только будут появляться первые коррекционные уровни, то здесь я также для себя буду рассматривать непосредственно продажи. То есть сейчас это пока, если уж я нахожусь не в покупках, то продать было бы довольно-таки интересно. Но опять же контртрендово, то риск здесь нужно будет брать меньше. Поэтому буду следить также за локальным уровнем, как цена будет себя вести по отношению к торговым дням, которые уже были на этой неделе, к понедельнику, ко вторнику. И уже в зависимости от этого буду входить в сделку. Пока не произошло смены с восходящей на нисходящую, здесь я буду оставаться только наблюдателем. По паре американский доллар, японская еда, очень быстро мы вернулись в диапазон 107-110. И, соответственно, сейчас также сохраняется восходящая формация по данному инструменту при отбое от уровня 101. Соответственно, на текущий момент по сделкам идеи я здесь пока пропускаю. Была идея на покупку как раз из области 101, но цена не дошла до моего отложенного ордера. И здесь я остаюсь не рынком, поэтому сейчас пока мы торгуемся в середине практически диапазона, здесь нужно взять паузу и уже дождаться начала более четкого движения. То есть пока нет какой-то идеи, ее и не стоит, на мой взгляд, придумывать. По австралийцу новый локальный меню, опять же, здесь, если находишься не в продаже по данному инструменту, то уже жди, когда рынок начнет подсказывать о начале нового восходящего движения и уже после этого начать его покупать. Поэтому здесь я жду остановку, мониторю, как цена ведет себя в рамках часового таймфрейма. Пока здесь ничего не меняется, нисходящее движение продолжается. Опять же, если у вас продажи, то их мне есть смысл продолжать держать. Пока следующие признаки, которые уже появятся, могут появиться по данному инструменту, я расскажу уже на следующих трансляциях или также в нашем телеграм-чате. По новозеландцу точно такая же картина, новый локальный минимум. Сейчас мы с вами видим, соответственно, сейчас цена продолжает также снижаться. Уже от локальных максимумов, которые мы видели в декабре прошлого года, цена упала на порядка 13%. И здесь также можно будет поймать достаточно неплохой отскок от локальных минимумов, которые здесь могут быть сформированы. Опять же, пока нет локального подтверждения на часовом таймфрейме, здесь не имеет смысла куда-то дергаться и совершать ненужных действий. Поэтому ждем, ждем, пока также новозеландцы остановятся и покажут нам те уровни, с которых уже можно начать покупать. Золото. Ну, кстати, золото последние пару дней, мы с вами об этом тоже говорили в понедельник, довольно-таки неплохо упало. Показали локальный минимум, который был 13 марта в пятницу. Это доходили до уровня 1451. Сейчас немножко подрастаем, то есть новый минимум на этой неделе мы не обновили. Но пока, например, сегодня золото находится в фазе снижения. Опять же, покупать здесь приоритет он сохраняется. Поэтому здесь нужно посмотреть, как цена будет двигаться дальше. Соответственно, здесь одним из признаков лично для меня продолжения восходящего движения будет ситуация, при которой золото сможет закрепиться выше уровня 1554. И уже после этого можно будет искать покупки, на мой взгляд. Тогда уже вероятность начала восходящего движения здесь будет более высокой. Ну и по индексам. По индексам ситуация выглядит, ну, в принципе, по фондовому рынку. Очень интересно. Конечно, к сожалению, неправильно жалеть о тех действиях, которые уже совершились. Но, тем не менее, продажи я открывал по S&P. Они были закрыты чуть раньше. Цель моя была достигнута. Но кто же знал, что будет такое сильное падение. Поэтому сейчас остается только наблюдать. И моя основная идея по индексам. Это будет откупать уже, когда будут первые признаки завершения нисходящего движения, которое он сейчас на рынке преобладает. Безусловно, по DAX мы видим, что уже сегодня, пока мы еще не обновили локальный минимум. Но пока подтверждений никаких локально нет. Вполне возможно, то, что может произойти локально. Если цена сможет закрепиться выше отметки 9149, то после этого можно будет пробовать искать первые покупки. Опять же, здесь нужно быть крайне аккуратным. Потому что данный диапазон, который может быть на графике, выглядит очень небольшим. На самом деле, составляет порядка 10% от общего движения. Поэтому волатильность крайне выросла. Поэтому не нужно просто открывать сделку привычным объемом. Обязательно посчитайте размер стоимости пункта и сколько будет до вашего уровня стоп-лосс. Потому что это крайне важно в ситуации повышенной волатильности. А также по индексу S&P 500. Сейчас также мы получили информацию о том, что торговля по S&P 500 индексу приостановлена. Была небольшая торговля по фьючерсу в начале торговой сессии, в начале торгового дня. Но сейчас она вновь переостановлена из-за активной волатильности, из-за высокой волатильности на рынке. И ждем уже, вероятно, открытия Америки для того, чтобы посмотреть, куда дальше пойдет движение по S&P 500. Но сейчас из таких небольших признаков, которые мы видим, да, цена не может уйти ниже отметки 2369 по индексу S&P 500. Если мы пробьем данный уровень, то, вероятно, продолжится дальнейшее нисходящее движение. И вновь фондовый рынок просядет. Ну, собственно, что выглядит довольно-таки пока вероятным. На фоне, опять же, того, что в Китае есть определенные признаки уже восстановления экономики. И вполне вероятно, что в ближайшее время мы начнем несколько отыгрывать то падение, которое было. Но, безусловно, на это может потребоваться несколько месяцев. Ну, будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в пятницу. Также видео будет загружено на наш канал. Поэтому, чтобы его не пропустить, нажмите колокольчик. И вы обязательно получите уведомление о загрузке нового видео. Всем желаю хорошего торгового дня. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...